Здравствуйте! На этой неделе мы изучали качество гостеприимства и противоположное этому нерадению. Удивительное качество. И как ни странно, Слово Божие говорит, что и в наши дни, чтобы мы не забывали, и чтобы мы были гостеприимны различными людьми. И вот как, что такое гостеприимство. Гостеприимство, в отличие от нерадения, это проявление Божьей любви к окружающим посредствам данного нам Богом. Вот надо делиться с Божьей любовью людям вокруг, которые находятся вокруг нас. И в данный момент мы говорим о гостеприимстве, то есть когда мы приглашаем людей. Стих, который мы изучали «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Мы знаем, что это говорится об Аврааме, когда он принял ангелов. И он действительно был гостеприимным человеком. И много чего мы можем поучиться у него. Это записано Евреям 13.2. И вот еще два стиха, которые я хочу прочитать. «Будьте странолюбивы друг к другу, без ропота». А можно быть странолюбивы, но и роптать. Говорит, что я всегда принимаю людей, никто не хочет принимать, а я принимаю. Или хвалиться этим. Также Римлянам 12.13 записано так. «Нужда святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве». С этого мы видим, что Господь говорит, чтобы мы не забывали о всеприимстве. И в данный момент, особенно о стране, то есть людей, которые мы не знали, которые не совсем мы не знаем, но при возможности мы приглашали их домой. Второе, чтобы мы делали это без ропота. И третье, чтобы мы ревнували, чтобы мы, возможно, если приезжали в церковь наши гости, то чтобы мы «я хочу взять больше, я хочу взять больше». Вот так. То есть это ясно, понятно из этих только трех стихов, что это надо делать. Я хочу прочитать несколько цитат, которые подчеркивают гостеприимство или страноприимство. Гостеприимство – это готовность, желание принять гостей и гостить их. Гостеприимный, любящий принимать и угощать гостей. Отличающийся гостеприимством – радушный, хлебосольный. Есть даже такое слово «хлебосольный», вот «хлеб и солью». Или здесь слово также упоминается «радушный». Вот гостеприимный и радушный. Доброго желательный и хлебосольный. Следующая цитата. «Гостеприимство – свидетельство не о скудости, а о душевном богатстве». Вот видите, не о скудости, возможно, даже нет сильного достатка, но душевно богатый человек. Гостеприимное сердце, как океан, никогда не замерзает. Океан никогда не замерзает, и гостеприимное сердце всегда есть, когда принять людей. Щедрость в гостеприимстве не в кармане, а в сердце. Вот это щедрость. Не когда я буду богатый, но когда мое щедрое сердце. И последнее. Там, где есть место в сердце, есть место в доме. То есть сегодня я проживаю в стране Америки, и здесь немножко другие возможности, как принимать людей, нежели в других странах, нежели откуда я выехал с Украины. Я хотел бы немножко поделиться из своей личной жизни, которой я уже в браке немножко больше года. Уже маленькие есть, как сказать, свидетельства, как нам приходилось это делать. Но эта цитата мне очень понравилась. Там, где есть место в сердце, есть место в доме. Вот легко увидеть. У некоторых людей большой дом, много где можно поместить людей, встретить. Но первая причина – он не может найти для них место. Вторая причина – не всегда люди хотят идти к нему. Здесь, в Америке, там, где мы жили, каждые 3 месяца проводят где-то конференции. Конференции проводят большие, даже до 1000 человек. До 1000 молодежи приезжают на этой конференции. И находятся люди, которые могут найти место для нас, чтобы прожить. Большой процент не идут в готели, а они идут на дома. Эти люди, которые принимают естественно, они дают и покушать. Они дают и постель, где поспать. Они дают все условия, чтобы нам было приятно. И даже компанию, чтобы сказать, как мы могли общаться. После того, как я приехал в Америку и до того, как я женился, можно сказать, более 10 лет я ездил на эти конференции. За эти конференции много познакомился с различными людьми, много узнал. Иногда, когда приедешь конференцию, не только хорошо, приятно, когда ты бываешь на конференции, слушаешь Слово Божие, пение, общение, знакомство. Но даже тогда, когда мы едем домой, сядем за стол и с хозяевом дома, и просто говорим о жизни, возможно, не такие высокие духовные темы мы поднимаем, но говорим о жизни, и мы начинаем, имеем это общение, знакомство. И когда едем на другие года, нам уже хочется ехать туда, и кто-то другой за это время познакомились. И вот так иногда трудно бывает, куда поехать, потому что так хочется с различными людьми быть. Я не знаю, где вы живете и в какой стране вы живете, но Слово Божие говорит каждому из нас, что принимайте людей, которые по каких-то причинах вас забывают. Мы понимаем, что нас это перешло в Слово больше принимать христиан, которые путешествуют, нам гости и так дальше, что это менее касается неверующих людей, как раньше, это было, потому что практически для каждых людей есть или найдется финансы, чтобы принять их. Даже неверующие люди, которые путешествуют из города в город, плюс они не захотят. Но так получилось в моей жизни последних несколько лет, что мне по некоторым причинам пришлось покинуть родительский дом и жить в некоторых других апартментах и братьев моих и так дальше. И я тогда не понимал до конца, что это значит, когда есть семья, и в семье живет на несколько месяцев другой человек. И я сейчас свидетельствую, что где я жил, то у меня с ними было хорошее отношение, я их уважал, они меня уважали и сейчас остаются уважать. Подобная история случилась с моей женой, когда она приезжала в Америку. Она своих родственников тоже жила некоторое время. Но пришел момент, когда мы женились, и пришел момент, когда мы приехали из штата Ньюгепшир в Миннесоту, в которой мы находимся сейчас, в данный момент. Мы сейчас даже записываемся видео, вот возле апартмента у нас на выходе. И когда мы сюда приехали, нам получилась возможность выбирать квартиру, где мы хотим жить. У нас было за определенную сумму денег мы можем найти квартиру. Немного, небольшую, но определенную сумму. И в конце концов мы посмотрели на два здания, на две квартиры, которые мы можем себе приобрести. Вот одна квартира, там очень красиво, там по новому уровню. Там кухня такая большая, сравнимая для квартиры. В туалете новый дизайн, все новое, чисто, хорошо. Но одна проблема, что мы там настолько маленькая квартира, что мы там не могли принимать гостей или могли принять как минимум одного человека, гостя в нашей квартире, потому что она маленькая. Другой у нас выбор был, большая квартира, больше комнат. Две комнаты, наша спальня комнаты, другая комната. Потом большая living room, где можно тоже ночевать и так дальше. Но кухня маленькая. Кухня, возможно, ей около 30 лет. Туалет тоже, ремонт конкретный не был в течение 30 лет. И нам остался выбор, большой выбор. Что мы возьмем, на что мы пойдем? Будем жить в новой кухне и не сможем принять гостей? Или мы уже пойдем на ту кухню, которую и можем принимать гостей? И как я счастлив сейчас. И мы говорили на этой неделе с женой, чтобы мы выбрали квартиру не такую уж обновленную, но зато много места. И в данный момент сейчас нас по миссии приехали некоторые люди из Казахстана, из Германии. И 2 человека могут жить в нашем доме, в нашей квартире. И для нас это благословение. Мы можем общаться, мы можем знакомиться, мы можем жить так. И перед тем, как... Вот такое свидетельство, краткое сегодня видео, но я хотел бы еще одну мысль поделиться с вами, которую я прочитал с одной книги. В Америке есть семья, у которых много детей. И так получается, что они стали в какой-то мере известны. И многие люди хотят к ним приехать, просто побывать, попить чай с ним и так дальше. Мама или жена хозяева, мужа этого дома решила сделать такое. Каждый раз, когда приходят гости, она начала их спрашивать различные свидетельства, что Бог делает в их жизни, этих гостей. И при возможности она записывала в книгу. Записывала книгу, и она собирала только много свидетельств различных людей, как Бог их изменял, проводил через различные моменты их жизни. Это первое. А второе. Дети росли на свидетельствах, которые Бог делает через различные людей. Поэтому, первое, Слово Божие говорит, надо быть гостеприимным. И второе. Много можно подтвердить Словом Божьим, чтобы это гостеприимство, чтобы это общение действительно наседало людей. И для нас это очень и очень важно. И с этим качеством мы будем изучать этот стих, который вы сейчас прослушаете. Благодарность. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 2 стих. Оставайтесь с Богом, а сейчас просмотрите видео, проверьте свое сердце. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 2 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 пара, 2 стих. Твою улыбку, смех твой и глаза. Так проживи, чтоб было очень ясно, Насколько ты далёка от суеты. Чтоб жизнь свою не тратил Ты напрасно А лишь о горнем жизни думал ты На сайте Капли Сота есть рассылка На которую вы можете подписаться И каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди Аудиокниги, статьи, а также вопросы и ответы Мы верим, что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи